На Псалом 45 Начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов Песнь Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля И горы двинулись в сердце морей Пророк со свойственным ему любомудрием Отклоняет здесь слушателя от дел житейских И возводит к надежде высшей Не указывай мне, говорит, на оружие, стены и ограды Богатство, воинское искусство, множество коней Луки, стрелы, брони, толпы, соратников, отряды воинов Телесную силу, опытность воюющих Все это слабее паутины и тени Если ты хочешь видеть силу непобедимую Прибежище неизменное, крепость непреодолимую Ограду непоколебимую То прибегни к Богу, обратись к его силе Хорошо, сказал он, Бог нам Прибежище и сила Выражая, что иногда мы побеждаем, убегая А иногда показывая твердость и сопротивление Действительно, нужно делать и то, и другое Иногда наступать, а иногда уклоняться Так поступал и Павел, иногда уклоняяясь А иногда восставая на противящихся слову истин Так и Христос поступал и научал нас Так должны поступать и мы Должны тщательно наблюдать обстоятельства времени И молиться, чтобы не впасть в искушение по слову Евангелия А когда оно постигло нас Действительно, Бог помогает не как-нибудь, но обильной Своей помощью подает великое утешение Скорбя Он подает нам не такую помощь, какая бывает Нужна по свойству скорбей, но гораздо большую Посему не убоимся, хотя бы поколебалась Земля и горы двинулись в сердце морей Видишь ли, как он подает помощь большую и с великим При избытком Не сказал, не будем побеждены, не пойдем Но не потерпим и того, что вообще свойственно человеческой природе Не убоимся, не устрашимся Почему? Потому что помощь Божия чрезмерна Называя здесь землю, горы и сердце морей Пророк говорит не о стихиях Но под именем их, разумеет, невыносимые опасности Хотя бы мы видели, говорит, все разрушающимся Хотя бы видели невыносимые смятения Хотя бы случилось то, чего никогда не бывало Хотя бы вся природа, так сказать, восстала на саму себя Хотя бы горы подвиглись со своего места Хотя бы все поколебалось в своем основании И смешались самые первые стихии Хотя бы произошло свое великое смятение И тогда мы не только не будем побеждены Но и не убоимся А причина и то, что нам помогает Подает руку, содействует владыка всего этого Если же в этом случае мы не устрашились бы Хотя бы все пришло в смятение Пророк говорит потом о силе Божьей, что сила его непобедима Поэтому справедливо, говорит, не убоимся И как всегда, так и теперь указывает силу Божию То в природе, то в событиях с людьми Смысл слов его следующий Бог все потрясает, колеблет, изменяет по своей воле Для него все удобно и легко Мне кажется, что пророк разумеет здесь толпу храбрых людей Искуснейших из врагов Бесчисленное множество противников Но сила Божия, говорит, такова Что от одного мановения его совершается все Как же можем мы страшиться, имея такого владыку? Бог посреди его В речные потоки веселят град Божий Святое жилище Всевышнего Он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра Сказав о могуществе и силе Божией О том, что для Бога все легко Пророк переходит к промышлению Божией об иудеях Изображая в кратких словах, оказано им благодеяние Он столь сильный, столь могущественный и страшный Все держащий и носящий Все потрясающе и движущий Переставляющий и изменяющий Исполнил город наш бесчисленных благ Река означает здесь обильное, беспрепятственное и щедрое излияние высших благ Пророк как бы так говорит Все блага изливаются на нас, как из источников Как река, разделяясь на множество потоков, орошает страну, по которой протекает Так и промышление Божие крушает нас со всех сторон Обильно изливаясь, стремительно притекая и наполняя все Оно не только доставляет нам безопасность, но и непреодолимую помощь, но и духовную радость Поэтому пророк и говорит Бог посреди его Святое жилище Всевышнего И то немалое благодеяние Назвать это место своим селением 211 И напрасно сказал он Вышний Существо столь высокое, необъемлемое, никаким об этом местом Неизреченное, удостоило назвать наш город своим селением И со всех сторон охраняет его Таков смысл выражения Посреди его Так и в другом месте он говорит И сей я с вами Бог объемляет его со всех сторон Поэтому он не только не потерпит никакого бедствия Но и не подвигнется А причиной то, что он получает помощь самую скорую, решительную и всегда готовую Это именно значит выражение За утро Пошумели народы Двинулись в царство Здесь пророк изображает силу помощи Божией Всевышний дал глаз свой и растаяла земля Не в маловажных опасностях, говорит Но когда цари и народы нападали со всех сторон Окружали и осаждали Один наш город Он не только не потерпел от них никакого бедствия Но и победил И преодолел И рассеял нападавших Это и значит выражение Всевышний дал глаз свой И растаяла земля Как бы одним только глазом покорил города Выражение чувственное и человекообразное Бог побеждает не глазом и восклицанием А одним мановением и произволением Однако он употребил здесь выражение Возвышеннее прежних Желая возвести слушателя выше понятий чувственных Представляя Бога постоянно вооруженным И желая показать, что все это сказано в смысле переносном Образном и приспособленном к нам Ведь ни в чем подобном Бог не имеет нужды Он теперь прибавил Всевышний дал глаз свой И растаяла земля Выражая, что не только города, народы и селения Но и саму эту стихию Бог потрясает Впрочем, землей Писание часто называет и людей Как, например, земля ты и в землю возвратишься И на всей земле был один язык Господь сил с нами, заступник наш Бог Яковлев В еврейском вместо сил сказано Саваоф Смотри, как пророк от земли обращает свою речь к небу К бесчисленным сонмам ангелов К ликам архангелов К высшим силам Что указываешь мне, говорит, на войска, на варваров На людей побеждаемых Представь силу его в небесном царстве Сколько воинств невидимых сил он имеет в своей власти Справедливо он назвал их силами Показывая их могущество, как и в другом месте, говорит Сильные крепости, творящие слово его Так один ангел, некогда сошедший, умертвил 185 тысяч Если же он столь силен, то неужели не захочет подать нам руку помощи? Не опасайся, говорит этого Поэтому и прибавляет заступник наш Бог и может и хочет этого, потому не бойся А что, если мы недостойны? Но он благоволил к отцам нашим Поэтому и прибавляет Придите и видите дела Господа Какие произвел на пустошение на земле Прекращая брани до края земли, сокрушая лук и преломил копье Колесницы сожег огнем Сказав о земле, море, горах, о духовном заступлении и помощи, оказанной им Пророк опять обращает речь к зрителям Указывая на эти трофеи по великой радости и любви своей к Господу И возвещая победы, которые он одержал для них Хорошо, пророк сказал, чудеса А не сказал победы и трофеи Действительно, эти события происходили не по обыкновенному порядку вещей Победы одержаны не оружием и телесной силой А мановением Божиим И самые дела показывают, что сам Господь был их предводителем Так как слабые побеждали сильных Немногие-многих притесненные притеснители И все это совершалось сверхчаяния То справедливо он называет это чудесами Как случившееся чудесно и распространившееся по всей земле 212 Не погрешил бы тот, кто приложил бы это в переносном смысле к настоящему времени Христос прекратил жестокую войну с бесами И распространил по всей вселенной мир Изображая это, Исайя и сказал Перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы И не поднимут народ на народ меча И не будут более учиться воевать Исайя 24 До пришествия Христова все люди облекались в оружии И никто не был свободен от этого занятия Города воевали с городами И везде был слышен шум сражений А теперь большая часть вселенной в мире Все безопасно и все занимаются ремеслами Возделывают земли, переплывают моря И только небольшая часть носит звания воинов Для хранения всех прочих И в них не было бы нужды Если бы мы исполняли должное И не нуждались в напоминании посредством наказания А огнем пророк называет здесь гнев Божий И говорит, что они сожгут свое оружие и колесницы Одержав великую победу Что и случилось, как повествует Иезекииль 39.10 Любознательно известно это событие Остановитесь и познайте, что я Бог Буду превознесен в народах Превознесен на земле Мне кажется, что пророк здесь вещает к язычникам И как бы так говорит Познайте силы его и могущества, являющиеся во всей вселенной Но для того вы должны быть спокойными Должны иметь здравую душу Слово Остановитесь и познайте Означает это же самое Оставьте заблуждение Отстаньте от прежнего образа жизни Выйдите из тьмы окружающих вас злых дел Дабы руководясь указанием чудес И имея спокойную душу Вы познали владыку всех Для этого недостаточно только знать чудеса Но нужно иметь и признательную душу У иудеев также были чудеса И однако это нисколько не послужило к их спасению Как лучи солнечные недостаточны для того, чтобы видеть Но нужен глаз чистый и здравый Так и здесь Одних чудес недостаточно Вот почему пророк, сказав о чудесах Желающим получить от них пользу Внушает отрешиться от окружающих их зол Чтобы познать Бога всех Остановитесь и познайте, что я Бог А не идолы и стуканы Утихните И я представлю вам много доказательств Это означает слова Буду превознесен в народах Превознесен на земле То есть посредством дел Явлюсь вам великим и высоким Существо Божие нетленное, неизреченное Высокое само по себе Но так как вы не видите этого То я покажу вам это делами Не только в Палестине и Иерусалиме Но и между вами, язычниками Так Бог прославляется, преодолевая и побеждая Творя чудеса и в Вавилоне, и в Египте И в пустыне И во всей Вселенной Чтобы они везде могли познать Его Господь сил с нами Заступник наш Бог Иакова Этот Бог везде великий, везде высокий Есть с нами всегда Итак, не бойтесь и не смущайтесь Имея такого непобедимого Господа Которому подобает всякая честь и слава С обезначальным Отцом, уже творящим Его Духом Ныне и присно И во веки веков Аминь